МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильные схватки. Солнечная бродовая. Я с тобой. Моя бабочка! Воздух себе больше отдай. Давай-давай-давай, все хорошо. Мы уже на месте почти. Давай дышим. Тушься, тушься, тушься. Тихо, тихо, тихо. Совесть есть. Ребенку всего пять месяцев. А не тушься, 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 тушься. Что же вы, мамочка, а? Проспали мы с тобой. Совсем рассеянными стали. Субтитры делал DimaTorzok 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 Давай, все. Привет. Привет. А что-то случилось? Нет ничего. В ком-то снова проснулся Отелло. Он особо не засыпал. Знаешь что? Если Отелло ей дальше будет бодроствовать, то Дездемона не будет ждать, когда ее задушат, а тихонько свалит. Потому что ей нравится, когда Отелло ей доверяет, а не ведет себя, как ревнивый придурок. Обалдеть. Вы очень круто ссоритесь. Я как будто в театр сходил. Ставки сделаны. Ставок больше нет. И начали! Давай, 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 давай! Пошел, 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 пошел! Что происходит? Что происходит? Походу мой выиграл. Или ничья. Где шеф? Михаил Джакович, я пытался его предупредить, но он… Ну что? Потрепали вас коней вчера? Пошел вам. Это что за ерунда? В нашем отеле действует услуга шеф-номер. Вы сможете понаблюдать за работой нашего великолепного шеф-повара, не прерывая ваш отдых. Слушай, Вить, похвалы моему маркетинговому гению я принимаю после завтрака. А сейчас извини. Слышь ты, Вить Жакович, ты введи новую услугу. Управляющий в номер. Наш великолепный управляющий вылежит вам пятки, не прерывая вашего отдыха. Э, конь вороной! Ну, что ты там бурчал? Давай по дороге обсудим. Ну, а как мне реагировать? Я же ее люблю. Говорит, нормально ревновать? Нет? Конечно, нормально. Их вообще не поймешь. У них как? У них ревнуешь плохо, не ревнуешь – еще хуже. Да. И как быть? Как? Возьми, подойди к нему. Мол, так и так. Поговори с ним по-мужски. Все. Пойми, Витя, завтра открытие. Наш отель должен удивить гостей, поразить. Ну, ты сними штаны и поражай. Ясно? Ресторан не трогай. А если гости хотят есть, они могут оторвать свою пятую точку и пойти в ресторан жрать. Доброе утро, фрау Краус. Доброе утро, Стейси. Как вы провели эту ночь? Прекрасно, Михаил. Я очень рад. Вы получили мой подарок для Стейси? О, вижу, что получили. Вы такой милый молодой человек, мистер Михаил. Не то, что этот, с усами. Не судите его строго. Он только что расстался со своим парнем. ПОДПИШИСЬ! 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 Слушай, давай устно. Я дешевую билетристику не очень. Давай устно. Ты игнорируешь мои пожелания, я твои. Так что... ПОШЁЛ ТЫ СО СВОИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ! Запятая козел! ПОДПИШИСЬ! Простите. Что же я игнорирую, интересно? Я два месяца прошу туалет для кухни. Где он? Туалет надо заслужить. Кто не работает, тот не... Ну, ты понял. Да мы работаем лучше, чем вся твоя шарашка. Да? А ну, пошли. Мидии привезли? Нет. Уже два дня на стопе. Где меню для завтрака? Где для рум-сервиса? Почему недостача по мясу? Санитарные книжки не у всех. Юрченко, Федоров, Кененсарова, Айнура. Маньяк, ты за мной следишь. Я знаю все, что происходит в моем отеле. Даже то, что на твоей кухне есть тараканы. Так что даже не смей говорить, что у тебя все нормально. Ах, вы... Иконы... Креновы... Теплодоки бездарные! Не смей закрываться! Без всех увольняй, чертовой мать! Ах, ты макака бездарная! Стальная! А, извини, это не то, что ты подумал. Это он, макака. С сегодняшнего дня в рум-сервисе действует все меню ресторана. Ненавижу. Иди! А что, вкусный банан? Какого черта? Извините. Слышь, глаза открой! Извини, я случайно... Слушай, я на самом деле к тебе пришел. Ты Катю знаешь? Кого? Катю! Я ее парень, понял? Мог бы ты к ней не приставать? Чего? Не понял. Костя, а считай пять тысяч. Тимуру надо отдать за... Короче, он знает за что. Виктория Сергеевна, к вам по поводу банкета приходили. Банкет? Ну, они вчера приходили, заказывали, а сейчас хотели внести изменения в меню. Вчера? Виктория Сергеевна, вы не волнуйтесь, я приняла заказ за вас. Ну, вам сейчас нельзя нервничать. Откуда ты знаешь? Уже видно? Ну, не очень. Хотя мы с Костей уже где-то месяц назад начали подозревать. После одного случая... Это... Это... Как же тебе? Бармен. Костик. Да, точно. Сделай, пожалуйста, кофе для... Для всех столиков. Я не помню этого. Это нормально. Я когда была беременна, я все время что-нибудь забывала. Вот однажды вышла на работу, а пришла в зоопарк. Настя, у меня просьба. Не говори об этом никому, ладно? Я пока не хочу афишировать. Виктория Сергеевна. Да. Вик Петрович, тут заказ, шеф-номер. Ладно. Шеф-повар в номер. Куриную грудку фланбе заказывали? Что вы делаете? Витя, ты что, совсем сдурел? Ты что, устроил? Нас же засудят. Как же так? Неужели кто-то не оценил твой гениальный маркетинговый ход? Странно. 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 Алло, Тимур, привет, это Сеня. А ты можешь нам тараканов достать? Да, мы заплатим. Сколько надо? Три, четыре. Давай пять. Ждем. Вот смотри, сюда позвонишь, и тебе все сделают. О, смотри, Катюшка-то времени зря не теряет. Слышь, я тебе говорил, не лезь к ней. Что? Ты вообще кто? А, ты меня уже забыл. Я сейчас напомню. Вниз. Ден, 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 Ден. Патя, пожалуйста, Патя. Ден, 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 Ден. Открытие. Отпусти его. Ты ему дала телефон? Да, дала от мотосервиса. Доволен? Что за кипишки? Смотри, свежайший. Прям с Мадагаскара. С утра еще с крокодилами завтракали. Ты нафига так много привез? Сами просили пять килограмм. Мы просили пять штук. Знаешь что? Что? Я паштучки-то не продаю. Не купишь ты, купят в китайском ресторане. Ладно, давай, давай. Доброе утро. Представляете, Елеонора Андреевну встретил на улице. Нашла нас на новом месте. Здорово. Ну, шеф, если бы ты меня так кормил, я бы тебя и на луне бы нашел. Опять? Шеф, мы только после работы. Ну, там же ставки. Хотите в долю? Сорок процентов. Пятьдесят. Ладно. Только после работы. После работы. После работы, да. Все, она обиделась. На телефон не отвечает. Я же ее парень. Как я должен был поступить? Слушай меня. Я тебе скажу, как дипломированный юрист. Формально, да. Ты ее парень. Но юридически ты ей никто. Конечно, ты ей никто. Ты ей... Пфу. Пустое место для нее. Потому что такого же документа нет, где было бы написано, что ты парень Кати. Да и Юры никаких прав у тебя на нее нет. И она может общаться с кем угодно. И когда угодно. Но выход есть. Какой? Жениться. Ну, не знаю. Чего ты не знаешь. Ты же любишь Катю. Да любишь. Все равно рано или поздно женишься. Доброе утро, шеф. Сбодритесь, девочки. Рабочий день уже начался. О, доброе утро, шеф. Михаил Джеку сделает нам туалет, как мы просите. Шеф. Я там совсем чуть-чуть. Я... Пусть прижимал. Я тут не знаю. Я... Кто еще там чуть-чуть? Пожалуйста, не волнуйтесь. Сейчас все исправим. Пожалуйста. Куда? Что там? Лифт сломался? Нет, Михаил Джекович. А, Михаил Джекович. А я тут в своем кабинете проверяю, все ли готово к открытию. Не желаете присоединиться? Идиот. Ты понимаешь, что из-за твоих выходок мы гостей лишимся? Если ты хочешь их сохранить, не лезь в мой ресторан. Твой ресторан в моем отелье. Господи, что же вы как дети? Не можете договориться? Монетку бросьте. Шеф, сейчас обязательно выиграете. Я этому дофору дал вам самому жирненькому. Выиграю я, будешь моим рабом. Окей. Тогда, если выиграю я, ты и ресторан подчиняйтесь мне. Готовились все. Начали! Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Ну, что я говорил? Пофиги же ты чудовище! Ну, что Витя, теперь ты мой раб. Кабинет хоть верни. Кабинет верну, но ты всегда будешь помнить, в каком месте ты сидишь. Да, кстати, сегодня на открытии будет префект. Я хочу, чтобы ты для него приготовил пиццу. Он ее обожает. Ты что, с пальмы упал? У нас французский ресторан. Какая пицца? А ну молчать, раб. Я господин? Сказал пиццу. Значит, пиццу. Кабинет. Катя, с тех пор, как мы вместе, ты наполняешь мою жизнь смыслом. Без тебя я не я. Без тебя я никто. И не хочу никем быть. Ты мой мир. Ты моя жизнь. Ты моя вселенная. Катя, ты выйдешь за меня? Кажется, душа потекла. Как думаете, если так сделаю, простит она меня? Очень круто. Кыш, простит. А мы тебе в этом поможем. Да? Обращайте внимание. Гормоны, наверное. А сейчас префект нашего округа Николай Марьянович Скворцов перережет ленту. Аплодисменты, дамы и господа. Добро пожаловать. А где пицца? Все будет. Не беспокойся. Пицца Дон. Доставка. Кто барин? Вот. Распишитесь. Проверяйте. У меня все готово. Где лепестки? На складе в Тимуровской коробке. А где начальство? А рейс задержали из Нью-Йорка. Ждем через пару часов. Это вкусно очень пицца. Прямо как я люблю. Сразу чувствуется, что делали профессионалы. Ну, мы старались, Николай Марьянович. Между нами. У меня, ну, по-прочему, моей жены. Сеть. Пицца Дон. Там невкусно готовят. Расскажи шефу, чтобы он мне рецептки написал. Витя, все очень вкусно. Спасибо, что ты меня пригласил. Ну, я подумал, где ты еще можешь попробовать настоящую французскую кухню? Ну, да. Видимо, в любой итальянской пиццерии. Нет, спасибо. Иди. Чего так? А? Нет, нет, ничего. Чего? Тебе жалко, что ли? Ты вали, не вещь, я работаю. Дай-ка микрофон. Катя! Ты наполняешь мою жизнь смыслом. Вика! Иди сюда. Ты моя жизнь. Ты мой мир. Хо-хо-хо. Ты что делаешь, а? Я это самое. Сейчас. Блин. Катя, выходи за меня. Я тебя не добивусь. Я тебя не добивусь. Это что? А? Это что, я спрашиваю? Николай Иванович. А это что делать? Я не пойду. Катя, ну, прости. Да все эти тараканы. Я хотел как лучше, но... Да не в тараканах дело, ну, пойми. Любовь это не просто красивые слова, цветы, сиренады под окном. Любовь это доверие. Которого, как оказалось, между нами нет. Катя, я тебе доверяю, честно. А дело уже не в тебе. Я сомневаюсь. Я думаю, нам лучше пока не встречаться. Прости. В своих эгоистичных стремлениях мы очень часто заходим слишком далеко. Николай Марьянович, мы всех накажем. Вот. это от отеля за неудобства. Как правило, не всегда осознавая, что это может привести к непоправимым последствиям. Мы прем на пролом, испытывая на прочность свою судьбу. Я очнувшись однажды, вдруг понимаем, что мы уже давно за границей дозволенного. И вернуться уже невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...